Кто задает тренд в отечественном сегменте интернета? Этим вопросом задались на сайте газеты власти и составили рейтинг лидеров Казнета. Кому достался статус новатора и повелителя общественного мнения? Спросим у моей коллеги Айгуль Жамалова. Айгуль, признаюсь, впервые слышу об этом рейтинге. Расскажи о нем. Ну неудивительно, Арстан, потому что он был составлен впервые. Однако впредь будет представляться на суд читателей ежемесячно. Для замера отобрали 300 человек из разных сфер и проанализировали их активность в социальных сетях. Всего в рейтинге оказались 9 мужчин и 1 женщина. Первым стал мажористмен 4-го и 5-го созывов и экс-вице-министр образования и науки Мурат Абенов. Следом идут политологи Айдос Сарым и министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, у которых примерно одинаковое количество аудитории, свыше 400 тысяч читателей. Своё место под солнцем также заняли Ермек Нарымбаев, Досом Садпаев, Алишер Еликбаев, Марат Шибутов, Айдан Карибжанов, Ерлан Карин и Аружан Саин. По каким критериям их отбирали? В первую очередь обращали внимание на платформы, на которых они пишут, также учитывали их упоминаемость в обществе и возрастную аудиторию читателей. Ясно. Что ещё в центре внимания? 18-летний житель Норвегии сделал себе самое глупое тату в мире, пишет сайт BigPicture.ru. На его правом предплечье красуется счёт из Макдоналдса. Прославившегося парня зовут Стиан Итердал. Оказалось, что тату было сделано по воле друзей, которые великодушно предоставили ему выбор. Либо счёт, либо изображение Барби на ягодице. Стиан рассказывает, что ультиматум поставили в качестве наказания за пустые разговоры о мнимой популярности среди девушек. Мастер тату оценил креатив норвежца и предложил набить ещё один счёт на вторую руку. Совершенно бесплатно. Парень уже записался на приём, а вот отец Итердала поступок не оценил и выгнал его из дома. Значительная доля восхищений и аплодисментов досталась Дэниелу Хошимото и его трёхлетнему сыну, который, как и другие дети, спит и видит, что он супергерой. Его отец – специалист по спецэффектам в анимационной студии DreamWorks, воплощает мечты ребёнка в реальность, снимая 10-секундные видеоролики. Там Джеймс летает, участвует в «Звёздных войнах», стреляет из игрушечных оружий и даже взмывает в небо на игровых площадках. Давайте посмотрим некоторые из них. А таком отца мечтает каждый ребёнок. Спасибо, Айгуль. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok